здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня мы с вами будем готовить вегетарианский борщ вегетарианский это по умному и по научному а я скажу я приготовлю сегодня постный борщ я не скажу что мой муж будет в восторге он об этом еще не знает что я буду готовить но я думаю что он выйдет из положения тем более что если моему мужу поставить борщ не вегетарианский на мясном бульоне и вегетарианский то скорее всего он не отличит мужики они сильно не заморачиваются им было бы чего чего пожрать остальное они уже поедят сами без чего невозможно сварить борщ это как правило без капусты и без томата все остальное можно заменить чем-нибудь но томат и капуста вообще должны присутствовать кроме этого я всегда кладу в борщ свеклу и вкусно и полезно и красиво я приготовила квашеную капусту и свежую капусту лук паприка или сладкий перец свекла морковь и картофель вот из этого а ну да и томат конечно вот из этого набора мы сегодня с вами сварим вегетарианский борщ ну вот я приготовила два вида капусты картофель и наша зажарка такая красивая зажарка растительное масло томат но и овощи вот такой сегодня у нас будет вегетарианский борщ вода в кастрюле закипела и отправляем туда капусту для варки квашеную я всегда чуть-чуть присаливаю при начале варки потом можно соль добавить а сразу чуть-чуть присолить так варим капусту и параллельно ставим вариться картофель и картофель встает для варки варить воду 15 минут я не даю моим овощам сильно кипеть на медленном огне что наше время делать зажарку для варки наливаем растительное масло сегодня можно чуть больше чем обычно потому что никакого жира там нет а до квашеной капусты идет свежая капуста масло разогрелось и начинаем по порядку сначала лук лук должен получить свой запад жареного лука вот совсем забыл это мою острую пасту с чесноком и острым перцем обжариваем совсем немножко острой пастой вот такую половину ложечки и продолжаем обжаривать лук лук уже достаточно обжарился он будет продолжать жариться с другими овощами отправляем морковь и обжариваем лук и морковь сейчас мы соединим картофель и капусту в одну кастрюлю прям вот так с бульончиком картофель варю всегда отдельно потому что квашеная капуста сделает его жестким дубовым так но лук наш уже отлично обжарился и мы добавляем томатную пасту чем больше ингредиентов попадет в наш суп тем вкуснее и насыщеннее будет бульон ну или вкус борща выжариваем томатик пришло время добавить свеклу свеклу добавляйте обязательно в кислую среду например вот сейчас у нас здесь томат обязательно когда свекла не потеряет ее прекрасный цвет и даст еще цвет всему борщу если вы будете обжаривать свеклу без томата или без кислой капусты готовить то больше не будет таким красивым можно уже отправить туда же паприку и закругляться с зажаткой маленькие дети называют борщ красный суп у нас у наших родственников ребенок есть только красный суп у бабушки а бабушка должна постоянно его готовить привет бабушка бабушка наша подписчица можно добавить чуть-чуть бульончик из капусты отправляем зажарку в борщ а и вичатчин приехал это очень сильно переставим сюда ну уже на больше похоже я думаю или мне просто кажется так здесь чуть-чуть можно дочистить пока наш борщ будет довариваться мне можно убрать посуду наш борщик упаривается уваривается утушивается отправляем туда лавровый лист самый русский сама русская приправа всегда был лавровый лист у нас например куркумы не было никогда лавровый лист был было раньше было очень трудно купить где-то корицу черный перец ванили я ездила в отпуск я всегда покупала и отправляла маме дома это было конечно а вот чтобы купить это было сложно и даже у нас на севере как там где снабжение было по первой категории там тоже было очень трудно купить такие вещи как специи но осталось заправить наш борщ зеленушкой нет зеленью укропа мушечку борщик красиво не то слово отключаем температуру больше будет настаиваться накроем его полотенцем ну вот как то так но сейчас мы с вами попробуем что же мы тут натворили не зря немцы называют борщ айнтопфу потому что такой густой но это получается наверно у меня у других нет в самом начале ролика я сказал что мы сегодня готовим вегетарианский борщ он есть вегетарианский потому что он сделал на овощном бульоне на овощах но вегетарианцы могут добавить сюда сметану некоторые вегетарианцы едят молочные продукты и яйцо это им не запрещается совсем недавно до буквально лет пять появилось движение веган веган это тот кто поддерживается этого питания веган тот исключает также молочные и яйцо продукты так что если вы держите пост то вы будете кушать приготовленные блюда веган но если вы держите пост то иногда вам разрешается употреблять в пищу рыбу а веган это веган это только овощи ответе видите сколько направлений питания бывает вообще на свете вот конечно мой муж положат сюда покладет сметанку может быть разогреет себе пару котлеток или сосиску не знаю салона режет или мясо соленого это будет решать он сейчас я буду обидать чтоб не дразнить себя и не скушать пока нет моего хозяина он на работе что хочу сказать девочки держу пост не просто потому что собираюсь идти в храм а раз я иду в храм то обязательно поет попаду на исповедь и на причастие поэтому наш пост если получится снять мне рождество в германии православном храме я обязательно сниму но постараюсь чтобы это было не очень длинно ну что в этом супе не хватает хлеба мне не хватает хлеба сметаны мясо но в принципе очень вкусно дорогие мои девочки и мальчики дорогие мои подписчики и гости моего канала прошу прощения пришло время нам с вами прощаться поэтому всем пока пока до новых волнующих встреч здоровья счастья любви всем пока пока